Я очень рад участвовать в юбилее, потому что это уже третий юбилей на моей памяти. На 40 лет было хорошо, на 50, хорошо на 60 – еще лучше. 60-летие института – это, конечно, событие. Главное, чтобы было хорошее продолжение, как всегда. Сегодня у меня такой странный несколько доклад. Он посвящен не столько конкретным исследованиям, сколько эволюции идей, которые являются подложкой любого научного исследования. Мы с вами постоянно сталкиваемся с тем, что масса людей, одержимые той или иной парадигмой, в конце концов оказываются заблудшими овцами. А бывает и наоборот. То есть они оказываются полностью правы. Так вот, в науке ключевым моментом является в любой морфологии, а мы находимся в морфологическом институте, это понимание механизмов упорядоченности развития. Вот сегодня первый доклад начал, собственно, о капиллярной сети, которая является одним из структурализующих элементов. Но, тем не менее, вот эта вот проблема, когда мелкое безобразие, которое вы видите на правой картинке, то есть, по сути дела, не злокачественный опухолевый рост кожи на ранних стадиях развития, и рядом хорошо дифференцированный пальчик, они очень хорошо демонстрируют смысл того, чем занимается моя лаборатория и некоторые лаборатории во всем мире. То есть поиск механизмов формообразования, который, собственно говоря, лежит в основе структурализации. Мы можем сейчас вырастить клеток много? Да, можем. Почти из любого органа, придать им некоторые функции. Но это отдельный разговор, потому что здесь в стволовых клетках речи не идти не может. А сделать из них вот орган, даже если оставим все трудности за бортом, то есть структуру, ну, кончик пальца, кончик носа, какой-нибудь нормально функционирующий фрагмент мозга, как некоторые обещают, хотя бы спинного. Как вы знаете, это обещают уже 30 лет. Но до сих пор никакого успеха нет, поэтому интересно посмотреть, а в чем дело, что является пороком идеи сегодняшних таких качественных молекулярно-генетических биохимических подходов. Оказывается, корешки находятся этой идеологии очень глубоко. Со времен Рюйша, которые, это известные всем картинки, книжка Рюйша недавно еще была в библиотеке Академии медицинских наук, но сейчас куда-то подевалась. Так вот, основная идея Рюйшевская, как только он столкнулся с первыми эмбриологическими исследованиями, стояла в том, что, а как это происходит? Собственно говоря, а каким образом эти органы, системы, в том числе эмбрионов, формируются? Ну и тут, так сказать, первые эмбриологи тут же разделились на две вразждущие группы. Ну, это проходит в институтах, многие об этом слышали. То есть одни стояли на позициях преформизма, а другие – эпигенеза. Ну, преформизм, конечно, древнее. Альберт Галлер, который здесь известный и популярный человек, он, собственно говоря, и оформил эту идею. В чем идея? Кажется, это какая-то трехсотлетняя тухлятина, которую можно и не вспоминать. На самом деле ничего подобного. Все сохраняется и сейчас. Почему? Потому что эпигенез предполагает взаимодействие межклеточное. Только последние семь лет во всех учебниках, я имею в виду, американских, европейских, японских, появились странные такие слова о том, что раннее развитие является непонятно каким. Наверное, там действуют эпигенетические взаимодействия. А вот дальше начинается генетическая дифференцировка, которую мы дальше пишем в 600-страничный учебник. То есть, как была проблема во времена Галлера и Вольфа, который ввел, собственно говоря, термин эпигенез, то есть это значит внешнее воздействие или воздействие между клетками, которые приводят к изменению форм. Ну и наши, они оба работали в Российской Академии Наук, Берр, имеется в виду и Вольф. Они, собственно говоря, были сторонниками точки зрения того, что развитие не полностью детерминировано, и гомункулеса внутри не сидит. И как ни смешно, в современном учебнике я специально выписал кусочек, один из самых последних наших отечественных учебников, который, как вы понимаете, является калькой западного. Ну, как всегда, не очень удачный. Так вот, подумайте насчет преформизма. Существование системы градиентов и циклетки в последующее развитие зародыша называется предотерминация. Вы видите, откуда запах. Пластическая сегрегация на химическом уровне преформирует, прямое использование слова, план строения будущего организма, что является основой для последующей дифференцировки экспрессии регуляторных генов. Вот так слабенькое наукообразие в сочетании с преформизмом и дает нам сегодняшние достижения. Вот Нобелевская премия, полученная про исследование гомеобоксных генов, когда в страшном восторге в 1995 году сказали, ну, наконец-то мы нашли то, что регулирует развитие. Было это сделано в геноме дрозофила, хорошо изученном. Показано было, что и сегментация, и дифференцировка всех вот этих сегментов четко. Каждый сегмент группы генов и патологии, которые были связаны в том числе и у человека. В общем, привязали, все хорошо. Только одна тонкость. То, что сегодня мы видели в первом докладе, фибробластические конструкции у беспозвоночных, там по-другому немножко называется, вот организуют вот эту самую систему полосочек, которые возникают задолго до региональной экспрессии генов. Так-то все хорошо, но гены появляются потом, а не до. А хотелось бы до. Ну и здесь, конечно, началось страшно активное исследование. И все 80-е, 90-е, даже начало нулевых годов было под экстазом гомеобоксных генов. В том числе было показано и о том, что они сегментарно экспрессируются в отделах мозга, и в ромбомерах, и в тех самых сегментах дрозофилы. И даже на конечностях цыплен, как вы видите, чудесные картинки. Все видно. Вот здесь гены, вот и в конечности. Но хоть бы одна картинка соответствовала тому, что эти гены появляются до дифференцировки почки конечности. Ни одной такой работы за всю историю не было. Как и про мозг. Впоследствии оказалось, что гомеобоксные гены экспрессируются рано у мушей. Да. Где? В хвосте. Потом начинают распространяться вперед. И к тому моменту, когда они выстраиваются вдоль ромбомеров заднего продолговатого мозга, ромбомеры морфологические, которые прекрасно видны, до этого уже исчезают. То есть получается так, что это немножко все время запаздывает. То есть на всю жизнь и в работе Сакайи, собственно, было это показано, что все это липо, но нобелевских премий не отнимают, как вы знаете. И поэтому все продолжилось. Дальше была огромная эпоха, опять детерминистская, то есть преформизм в чистом виде. Галлеровский, трехсотлетней давности. Это новейшие, но в свое время были молекулярно-генетические работы, совмещенные с блестящими внутриклеточными инъекциями властомеры для того, чтобы отследить их судьбу. Это целая группа исследователей под руководством Джекобсона. Значит, они вводили в властомеры и показали, что каждый участок непосредственно мозга будущего занимают потомки определенного властомера. То есть тут же была выведена гениальная закономерность. Всего семь ансостральных клеток, сейчас бы их назвали стволовыми, ну, скорой назвали, потом семь клонов, которые дают семь разделов мозга. Ну, понятно, симметрично, итого 14. Возникает вопрос, ну, если все так хорошо детерминировано, то, наверное, убийство парочки клеток должно привести к выпадению целых отделов мозга. К сожалению, этого не происходило. Но в этот же момент к этой работе подключилось и знаменитые Эдельмановские исследования, того самого, который синтезировал и описал инсулин, позволил его синтезировать. Ему дали институт, и он потратил последние 30 лет своей жизни, чтобы найти те самые генетические предтечи событий изменения формы, причем в нервной системе. Ну, вот, кончилось, как обычно, он очень хорошо. Он описал огромное количество типов молекул клеточной адгезии, которые появляются. На очень ранних стадиях показал, что они действительно существуют. Но, к сожалению, вот эти предотерминационные карты, которые сейчас тщательно вымарывают отовсюду, они ничего под собой не несут, потому что получается опять та же самая история. Хордомезодермальная индукция. Дифференциация клеток уже достаточно хороша. Можно выдернуть, пересадить и проверить, что будет. А при этом все молекулярные кухни, которые он показал по молекулам клеточной адгезии, оказалось только последствием. Ну и знаменитой работой Маркуса Джекобсона, когда его заставили практически с помощью слэком маркировать соседние бластомеры и посмотреть их судьбу. Ну и оказалось, что потомки отдельных клонов и даже анцистральных клеток перемешиваются больше, чем на 65%, что хранило очередную детерминистскую, то есть преформистскую теорию, которая родилась на базе, опять подчеркиваю, внутриклеточного маркирования и анализа клеточной дифференцировки. Ну и апофеоз, этого всего я специально привожу, «Принтскрин» из сайта Катерины Верфайл 2000-го года, когда она получила этот институт. Здесь, как видите, мезонхимальной стволовой клетки, список уже решенных проблем. Обращаю внимание, до сих пор ни одна проблема не решена, то есть это был чистый обман. Ну и замечательная картинка о том, как под воздействием, например, ДМСО можно получить мышечные клетки сердца. То, что сегодня было хорошо очень рассказано, что из этого ничего не получилось до сих пор, по очень-то одной присутой причине – проверять надо. А когда люди начинают использовать такие вещи, особенно в клиниках, это заканчивается судебными избирательствами в США, поскольку эти методики не работают. И детальный анализ сердец тем, кого пересадили, и тот, кто не выжил, привел к тому, что это дело просто запретили. Ну и в ближайшее время должно было решиться в 2000 году паркинсальнизм, альцгейнер и все остальное. Как вы понимаете, это все закончилось ничем, потому что это очередная форма преформизма, идеология продолжалась, как и клонирование, потому что, как вы знаете, овечку доли не дали для исследований сторонним ученым, а сам институт на сегодняшний день уничтожен, а овечка сожжена. Ну и как все другие. Работа, на самом деле, была построена на очень старой работе Гордона 1963 года. Когда он, подчеркиваю, берет ядро из кишечника маленького головастика, после этого уничтожает ультрафиолетового. Кстати говоря, уничтожение ядер составляет всего 98%, то есть если вы сделаете 100 инъекций, у вас обязательно будет два животных, как бы клонированных. И дальше получал головастика, то есть клетки, ядро с невыбранным хайфликом из головастика, пересаженной в яйцеклетку той же самой лягушки того же вида, дает в некотором количестве не совсем полноценных лягушек. Когда ему давали Нобелевскую племь, он сам лел, потому что, говорит, за что? Я вообще к этому отношения не имею. Показал, что клетки с невыбранным хайфликом могут давать зародыши, правда, довольно уродливых. Вот, собственно, это его работа здесь приведена. Он был крайне удивлен. Однако параллельно, знаете, как в старых немых фильмах, а в это время, искали действительно реальные механизмы формы образования. Это была огромная группа, которой приезжали учиться, в том числе из Запада, которого возглавлял Кольцов, был выдающийся Филатов, который здесь на картинке, Румянцын, Дживага, Бляхер, которые внесли колоссальный вклад, сделали в развитие. В том числе и Воронцов и Лезнер, которые работали в этом институте. И Галина Борисовна Большакова продолжает их, собственно говоря, начинание, которые занимались регенерацией. И именно эти модели пытались использовать для того, чтобы понять, как происходит форма образования. И здесь очень много интересных. Бляхер в свое время показывал знаменитые эксперименты. Вот здесь внизу чашечки Петри под названием «Х-лучи». Он брал две кварцевых чашки, выращивал культуру, так как складывал, и культура верхней чашки повторяла культуру нижней. Чем вот тоненькие чашечки, конечно. Здесь более изящный эксперимент, который через несколько месяцев каждый может проверить. Тоже сделанный под руководством Бляхера, учеником, который был Воронцов и Лезнер. Когда голова стекла вырезается вот таким кусочек, вырезается хвоста, хвост регенерирует, отрастает полностью. Потом вы отрезаете еще его раз чуть подальше, и формируется вот такой хвостик. То есть это говорит о том, что существуют некие поля, которые позволяют это все сохранять в памяти. Там очень много было связано с процессами пролиферации. Предполагалось, что пролиферативный цикл, ну как сейчас там, есть некоторые увлечения, позволяют прогностировать форму. Но быстро выяснилось, что, во-первых, циклы в эмбриогенезе, они, пролиферации, они очень локальны. Во-вторых, в момент активной изменения формы, как правило, форма-то меняется и увеличивается за счет там истончения пластов и прочее. Но активное изменение формы несовместимо, как правило, с пролиферацией, что неудивительно. И вот здесь в данном случае два объекта равные. Так вот, законы на них действуют абсолютно одинаково. Это так называемые морфогенетические поля. Родначальником всего этого был Гурвич Александр Гаврилович. В 90-е годы, вот его последняя книжка, с зелененькой козюлькой, то есть, на самом деле, это не козюлька, это передняя часть головного мозга, я в том числе ее рецензировал и участвовал в том, чтобы ее опубликовали через много лет. Потому что он сформулировал, что теорию морфогенетического поля. Он пытался объединить те пространственные события, которые видел. Все очень просто. Как форма-то изменяется? Тогда еще не было представлений о геноме. Это выяснилось только потом, что амплифицированные гены более-менее одинаковые в зародыши. А клетки при этом разные. И тогда он что делал? Он делал очень простую вещь. В работе как раз 2014 года, я ее очень внимательно читал в свое время, он просто продолжил длинные оси ядер клеток, которые лежат в пластах, изменяющих свою форму. Обонятельные закладки, например. Он показал, что они прогностируют будущее изменение формы. Даже вывел некий закон. И потом решил, что, наверное, существуют какие-то X-лучи. И назвал их морфогенетическими лучами. Или там полевыми лучами. Так вот, на долгое время это вдохновило всех, но стали искать, как вы понимаете, не научные объяснения, а мистические глупости строить на этом деле, чем заполнен интернет до сих пор. Более-менее ясность в это дело внес Лев Владимирович Белоусов, который вот в 17-м году умер. Он начал с проблемы эмбрионального формообразования, где пытался решить дедушкину проблему. Он внук Гуровича. Он хотел разобраться, а что есть не ультрафиолетовое поле, о котором так много кричали орали и до сих пор вопят, а что на самом-то деле регулирует форму. И он, собственно говоря, вывел очень простую вещь. Динамический закон морфогенеза, очень важный, о том, что механические взаимодействия между клетками являются, в общем-то, источником того, что сказывается на морфогенез в целом. Но он не сделал следующего шага, к сожалению. Он не попытался приложить тюринговскую двойственность морфогенеза в модели Жирера Мейнхарда к реальным биологическим процессам. Он почему-то отказывался, он был моим руководителем кандидатской диссертации, и в свое время он категорически отказывался учитывать морфогенетические, генетические взаимодействия. То есть как форма взаимодействует при развитии с геномом, который, соответственно, постепенно экспрессируется. И в этом отношении модель, я вынужден про нее два слова сказать, чтобы перейти к завершающей части доклада, модель состоит в том, что при формировании биологических объектов такая формула «нелинейная автокалитическая дальнодействующая система на базе диффузии» способна к самоорганизации. В рамках Белоусовской модели или Гурвичевской, у Гурвича были поля, у Белоусова это механо-химические взаимодействия, значит, эта модель должна работать. Почему? Потому что в исходной модели Тьюринга на чем построена самоорганизация? На диффузии. Он работал с диффузиями, то есть описывал математические диффузии и показал, что по определенным законам, очень простеньким, они образуют упорядочную структуру. Вот классический пример. Здесь полосатый зверек, хвост нагрет как бы сперцовкой. На самом деле это вырезанное из консервной банки, если вырезать шкурку такую зверяка и нагревать, то по нему будет распространяться цветопобежалость. Как раз по закону жира Мейнхарда, только активатор-ингибитор будет тепло и холод. И в рамках этой модели описаны, кстати говоря, все структуры шкур и все типы расположения перьев в мире. При этом все сделали совершенно неожиданный вывод. А давайте искать морфогены. Если вы сейчас посмотрите обзоры, то там есть генетические морфогены, биохимические морфогены. Это что? В чем идея? Откуда-то распространяется морфоген, как от этой спиртовки. Один, за ним второй. Они-то все и образуют по модели жира Мейнхарда. И действительно нашли. Одна женщина положила всю жизнь. 5 килограмм гидр пресноводных набрала. Выделила из них морфоген, который распространяется градуально. Вот так, внутри гидра. И действительно, если мы соблюдаем, вырезаем кусочек больше 100 микрон, то у нас с равной вероятностью, то есть с разной вероятностью образуется верхняя часть с щупальцами и нижняя. Но если кусочек будет меньше 100 микрон, то гидра будет отрастать в любую сторону, или вверх, или вниз. То есть морфогенетическое безразличие. То есть градиента не хватает. Все хорошо было бы, но, к сожалению, никаких морфогенетических градиентов найдено не было, кроме этой самой несчастной гидры. Но мозг это не просто трубка, но и намного слабее немножко. И поэтому долгое время все это висело в воздухе, потому что модель хорошая, но не работает. По этой причине, значит, потребовались некоторые усилия, в том числе экспериментальные, для того, чтобы понять, что в модели Тьюринга, где активаторы-ингибиторы были условной математической моделью, могут быть другое физическое наполнение. А конкретно? Значит, если мы рассматриваем геном как ингибитор, то у нас должен быть некий активатор. Он у нас есть напряжен, растянут вдоль и сжат поперек. То есть это тензор Пуансона, хорошо известный всем, и фиксирующий вектор, который передает информацию с помощью механо-зависимых ионных каналов, которые досконально исследованы в 80-е и 90-е годы, позволяет нам уникально кодировать любую клетку. Если мы убьем зелененькую клетку, страху никакого нет. Соседние клетки, поскольку ситуация изменится, напряженность эпителиального поля, то у нас компенсируют пролиферации. Ну и тогда вся картинка превращается в более-менее понятную систему. То есть у нас механо-зависимые ионные каналы, под которыми там, естественно, вторичные мессенджеры, и вся эта история, которая меняет клеточный фенотип. Этот цикл крутится на ранних стадиях развития, что позволяет интегрировать, собственно говоря, морфогенез, то есть сообщать тысячам клеток, в каком отношении они относятся друг к другу. Таким образом, модель Тьюринга, описанная математически в работах Жиро-Мейнхарда, дает нам впервые инструмент, в котором учитываются все переменные, как геном с регионально-специфической экспрессией генов, так и его вполне вменяемая регуляция, не с помощью их случаев. То есть биомеханика нейропитуляльных взаимодействий на ранних стадиях развития дает форму, которую мы видим. Она, собственно говоря, для этого и нужна, чтобы распределить и кодировать позиционную информацию в зародыш. Затем включаются регуляторные генетические каскады, которые в свое время вырабатывают структурные гены, цикл замещается, и если у нас зародыш достаточно большой, а все органы заложены из системы, начинают запускаться вторичные морфогенетические циклы, где уже никаких особых глобальных межклеточных взаимодействий очень мало, то есть они не так важны. Они переходят на локальный уровень и потом замещаются генетическими каскадами, которые нам известны. Поэтому мы видим там со времен Фриденштейна о том, что в культуре клеток, если фибробласты один на другом распластаются, то там альфа-фетопротеин появляется. А без того, чтобы не распластаться, не соединиться с ним, то есть механхимическое взаимодействие, экспрессия альфа-фетопротеина не происходит. Это давно и хорошо известно. И широко используется сейчас для работ по управляемому морфогенезу. На этом благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ